В России ни в коем случае нельзя отказываться от накопительной части пенсии, убежден экс-министр финансов, председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин. Критически он относится и к предоставлению гражданам выбора между распределительной и накопительной частями пенсии. Кудрин уверен, такой выбор правильно сейчас не сделает даже опытный финансист. Поэтому при существующей сегодня общей культуре финансового планирования накопительная часть пенсии должна присутствовать обязательно. Прогнозы экономистов и социологов выслушал Алексей Лимаев. Новая пенсионная система гарантированно ухудшит положение пенсионеров, считает один из авторов пенсионной реформы 2003 года Алексей Кудрин. Он уверен, что уже через 10 лет государство столкнется с проблемой низких пенсий и новому кандидату в президенты придется обещать новое повышение. А брать деньги, если накопительная система развалится, будет уже неоткуда. К обещаниям государства обеспечить более высокий уровень компенсации через распределительную часть Кудрин относится скептически и считает, что таких финансовых возможностей у страны не будет. Эти коэффициенты, которые будет накапливать гражданин ООН, они будут зависеть от текущих доходов и трансфертов будущего бюджета. А они будут через 10-15 лет не такими, как даже сейчас. Мы сейчас живем на пике цены на нефть. И сейчас все, что с нами происходит, и наши трансферты, и возможности финансирования дефицита, это несколько искусственная история. Кудрин называет решение о заморозке накопительной части на год абсолютно неприемлемым и приводит цифры как аргумент в защиту. Он посчитал, пенсионеры, которые станут получать пенсию в начале 2020-х годов, смогут рассчитывать на прибавку благодаря накопительной части в размере от 5 до 10%. Могло бы быть и больше. Эксперты Комитета гражданских инициатив сходятся во мнении, что решая сиюминутные задачи роста пенсионных выплат, власть просто перечеркивает десятилетние наработки. Обратить внимание общества, ну, наверное, заодно и власти, если она еще может каким-то образом к этому прислушиваться, что то, что сейчас происходит, это, конечно, я не побоюсь этого слова, это авантюра, которая может очень печально закончиться. Предложение Минтруда по замене рублей на абстрактные баллы заведующий кафедрой соцобеспечения Академии труда Юрий Воронин считает одним из самых слабых мест реформы. В системе пенсионных начислений должна быть стабильность и прогнозируемость. А как эти баллы будут рассчитываться, ему до конца не ясно. Люди готовы будут, скажем, платить взносы сами, если они будут понимать, на что они будут платить и какую пенсию они себе будут зарабатывать. И тогда это будет легализовать, в том числе и рынок труда, и фонд заработной платы. Вот без решения этой задачи невозможно ничего легализовать, сколько бы призывов здесь не звучало. Еще один важный вопрос – увеличение пенсионного возраста. По мнению Кудрина, это реально могло бы решить проблему дефицита пенсионных выплат. В РСПП пенсионный возраст до 65-67 лет предлагают поднимать постепенно, на протяжении двух десятилетий, чтобы избежать возмущений тех, кому на пенсию нужно выходить через год или два. Алексей Лемаев, Ольга Андреева, Сергей Громов, РБК. Власти считают, что претензии скептиков к проекту новой пенсионной системы по большей части не обоснованы. Предлагаемая пенсионная реформа, по мнению министра труда и защиты, наоборот, позволит избежать рисков, которые заложены в действующей системе. Пенсионная реформа как раз она построена на том, чтобы человек стремился получать достаточно высокую заработную плату на протяжении всей жизни. И пенсионная реформа, пенсионная формула и пенсионные предложения, которые направлены в Государственную Думу правительством, они прежде всего направлены на то, чтобы именно была нормальная, продолжительная, легальная занятость. Экспертные заключения по пакету пенсионных законопроектов Счетная палата представит к 19 ноября. Именно на этот день в Думе намечено широкое обсуждение проекта с участием 10 непарламентских партий. Представитель Комитета Госдумы по труду социальной политики Андрей Исаев сообщил, что представители Счетной палаты также войдут в состав рабочей группы по доработке проекта. В Счетную палату на экспертизу направлено 4 законопроекта, которые входят в правительственный пакет по пенсионной реформе.